Всем привет! Сегодня у меня в руках вот такой откормленный кукурузой мощный, но молодой вкусный цыпленок, которого я не хочу резать на куски, поэтому я его сегодня буду готовить на вертеле, то есть он будет сам готовиться, а я лишь для него сделаю пряный маринад из трав. Маринад я буду делать в блендере. У меня здесь есть ряд пряных трав, то есть это мята, которая очень хорошо подойдет цыпленку. У меня есть стебли зеленого базилика туда же. Обязательно добавляю сюда несколько листочков шалфея. Теперь иголочки розмарина достаточно будет одной ветки. Снимаем и отправляем сюда. Не забываем про тимьян, тимьяна можно не жалеть, травка очень ароматная и она не мешает нашему блюду. Если тимьян молодой, можно бросать вместе с ветками, блендер все пробьет в однородную массу, но лучше всего конечно снимать с веточек листочки. Обязательно кусочек чили перца, он для пикантности, обязательно нужен в маринаде. Бальзамический крем, он даст нам сладость и карамельную корочку для цыпленка. Добавляем буквально три столовые ложки. Для цвета обязательно немножко куркумы. Я делаю все на глаз, потому что маринад проникнет у нас только частично в курицу, поэтому можно здесь не переживать. Черный перец и соль по вкусу. Соли побольше. У нас же должна быть курица соленая. Если мы маринуем курицу, то это конечно же чеснок, причем я сюда отправляю целую головку. Я раздавил зубчики, вытаскиваю из шелухи и отправляю сюда в блендер. Если попала немножко шелуха, ничего страшного, у нас все равно там куча веток. Пару капель вустерского соуса в маринаде не только не помешает, а наоборот обогатит его дополнительными специями, потому что в ворчестере очень много гвоздики. У меня в холодильнике завалялись вяленые помидоры, немножко оливкового масла от помидор сделает наш маринад подходящим для того, чтобы его можно было обмазывать. Закрываю и перемалываю. Маринад готов. Так как я цыпленка буду обмазывать рукой, поэтому лучше руку облачить в перчатку, чтобы агрессивная среда не нарушала кислотно-щелочной баланс. Вот такой вот маринад из пряных трав, зеленого цвета получается. Промазываем цыпленка со всех сторон, переворачиваем с этой стороны то же самое, делаем цыпленку массаж аккуратно, мягко, как мы любим. Получилось своеобразное песто. Чеснок, много травы, оливковое масло, только с томатами в нашем случае. Таким образом можно играться с любыми травами и любыми специями. Цыпленка обмазали маринадом и даем ему постоять хотя бы полчаса. Как только цыпленок промариновался, пора его отправлять на вертел. Но так как синие перчатки у меня кончились, поэтому будут черные. Ну, цыпленок, держись. Ослабляем верхнее крепление, снимаем его и вот таким образом протыкаем и ноги зажимаем вот этой вилкой. С этой стороны мы надеваем зажим и можем даже немножко проткнуть, чтобы цыпленок плотно, комфортно держался на вертеле во время вращения и никуда не падал. У него не должно ничего отваливаться. На задней стенке духовки существует заглушка. Я ее открываю, вставляю в вертел, он начинает сразу крутиться. Снимаем ручку пластиковую, которая нам помогает его снять и закрываем. И курочка вертится, крутится, шар голубой. Цыпленка оставляем вертеться 45 минут при 190 градусов. И перед тем, как мы будем доставать курицу, нужно к ней приготовить гарнир. Гарнир я предлагаю самый простейший и самый вкусный из всех существующих. Главное, это самые отличные, самые сладкие и самые вкусные помидоры с рынка. Нарезаем их крупными кусочками, складываю все в одну емкость. Теперь красный лук. Несколько тоненьких колечек красного лука сделают наши помидоры просто божественными. Отправляем сюда. Обязательно ароматное подсолнечное масло. Без него никак, чуть-чуть. Соль, перец, как всегда, по вкусу. Кто любит, может обойтись и без перца, но я перец всегда стараюсь добавлять понемногу. Ветки укропа. Прямо отрывайте крупные, свежие, ароматные ветки укропа и бросайте их в салат. Теперь аккуратно перемешиваем. И сразу же выкладываю в салатник. Просто потрясающий аромат, потрясающая картинка. Фиолетовые кольца лука, зелень укропа, вкуснейший сладкий узбекский томат. Это то, что должно стоять вместе с зажаренной красивой курочкой. И теперь самый ответственный момент. Цыпленок. Посмотрите, какой он шикарный, великолепный, с корочкой. Все металлические предметы нагрелись, поэтому нужно воспользоваться салфеточкой. Теперь на доску я постелил пергамент и отправляю цыпленка красивого, вкусного, зажаристого. Прямо сюда. Цыпленок, зажаренный на вертеле, с хрустящей корочкой. Сладкие томаты с ялтинским красным луком. Что может быть вкуснее на столе? Медея, почувствуй себя дома.